Прекрасно понимаю, что такое быть женщиной, женщиной-технарём, потому что на нашем пути я была одной из трёх девочек из ста мальчиков, из ста студентов, поэтому мне это хорошо знакомо. Пожалуйста, включите второй слайд. Задача общественного совета – это создание среды социального согласия и развития на территориях расположения объектов атомной отрасли. Это диалог с гражданским сообществом, с органами государственной власти, региональной власти, органами местного самоуправления, научными сообществами. Слайд третий, пожалуйста. Как мы это делаем? Делается это через информационные центры, через приёмные общественного совета в наших городах. Информационные центры, как вы можете увидеть, расположены и за рубежом, и в России, и в региональных центрах. Безусловно, это общественные слушания, общественные экологические экспертизы, отчёты по экологической безопасности каждого предприятия атомной отрасли. Я здесь хочу сказать, очень хорошая у меня цитата родилась из нашего диалога предыдущего, что атомную энергетику можно сравнить с женщиной, у которой каждая мелочь и каждая деталь достойна особого внимания и важна. И я думаю, что вопрос безопасности атомной отрасли, который мы доносим до общественности, до публики, это одна из важнейших таких деталей. Пожалуйста, слайд седьмой. Но сейчас я хочу рассказать про такие женские проекты общественного совета, женские инициативы. Общественный совет поддерживает инициативы, исходящие из наших территорий, из наших городов. Общественный совет поддержал инициативу Алены Михайловны по созданию женского движения. Я очень рада, что мы сотрудничаем вместе. Да, особенности городов, присутствие наших объектов, это высокий потенциал развития, высокий уровень культуры, высококвалифицированные специалисты, у которых, соответственно, потребности в образовании своих детей и потребности в культурном развитии высоки. Поэтому на территориях родились такие запросы и инициативы, и были рождены такие проекты, как территория культуры Госкорпорации Росатом и школа Росатома. Отдельно остановлюсь на проекте школы Росатома. Почему? Потому что он охватывает 21 город, где располагаются наши предприятия. И родился он 8 лет назад, и в течение трех лет в каждой территории определился такой лидер, вовлеченный в реализацию этого проекта. И удивительно, а может быть и закономерно, что из 21 города 20 городов представляют женщины, которые независимо от своего уровня должности, где-то это педагоги, где-то это работники администрации, они взяли и понесли. И через три года решениями, разными решениями, решениями муниципалитетов в основном, эти женщины, независимо от занимаемой или должности, были наделены полномочиями и правами муниципального координатора школы Росатома. На мой взгляд, это важный показатель, потому что такое лидерство женщин на территориях не может не радовать. Проект школы Росатом нацелен на высокое, на повышение качества, на исключительное качество образования ребят в наших городах. И я уверена, что он дальше будет развиваться еще успешнее, благодаря активности наших женщин. Территория культуры Росатома – это проект, который помогает учреждениям культуры быть на передовой. Есть договоренность с Министерством культуры Российской Федерации, что гастроли ведущих театров и ведущих художественных коллективов, которые приезжают в регион, мы просим их всегда приехать в наш город и дать для наших жителей отдельные спектакли, отдельные представления. В общем-то, это благосклонно встречается жителям наших городов. Не надо соврать представителей наших городов. И что хочу сказать, что главными двигателями этого процесса являются женщины, руководители учреждений культуры в городах расположения атомной отрасли. Еще важный момент, я хочу еще раз подчеркнуть, что это общественная инициатива, поддержанная нами, то есть это инициатива, которая шла непосредственно изнутри. Наверное, самое главное, что и территория культуры, и школа Росатома, координаторами этих проектов госкорпорации Росатома являются две прекрасные женщины. Многим они знакомы, Шурочкова Наталья Валерьевна и Оксана Бондаренко. Да, и в общем, я думаю, что это настоящие женщины-лидеры, которые работают на благо атомной отрасли. Ну а в завершении моего сообщения я хотела бы поблагодарить всех участниц нашего круглого стола, потому что сегодня, я думаю, что если бы вчера выступало много мужчин, они рассказывали о сложных технических решениях, о мохстопливе, о выводе из эксплуатации. Я сидела, я понимала, но я понимала, что если бы, наверное, пришел представитель со стороны, ему бы стало скучновато, но так как сегодня Алла Игоревна и Анжелика Викторовна рассказывали, и Наталья Рапетова, да все, так как сегодня женщины доносили сложные технические моменты через простой язык, через доступ, это была очень доступная информация, и я уверена, что женщины будут содействовать повышению общественной приемлемости и информированности о сложных технических решениях в атомной отрасли. Спасибо вам большое, извините немножко сумбурно.